Рекомендуете ли вы при получении турвизы в США взять приглашение у гражданина США? Приглашение, когда человек получает турвизу, всегда плюс, оно не мешает. Смотрите какая вещь. С одной стороны, если у вас родственники, имеющие грин карту или гражданство, это может вызвать подозрение у иммиграционного консула, что вы останетесь. А с другой стороны, вы все равно этого скрыть не можете, если у вас прямые родственники, потому что это все нужно правдиво ответить в заявлении. И если у вас есть приглашение от гражданина США, то этот человек может еще подписать такой эфидевитов-саппорт и даже предоставить свою финансовую информацию о том, что он или она готовы вас содержать на время нахождения в Штатах и даже написать, что они гарантируют, что вы вернетесь обратно. Хотя этот человек, который написал, это не отвечает лично потом, если человек остался. Но написать он это может, и морально это помогает консулу принять положительное решение. Есть дискуссии иногда, вот говорят, что когда ты пишешь приглашение кому-то, вот там вот люди, живущие тут или там, они говорят, ты мне пришли приглашение, но ты пойди и нотариально заверь подпись. И есть встречное мнение, которое говорит, что когда люди это делают, то это гораздо больше вызывает подозрение, чем просто там присланное письмо. На самом деле я не считаю, что это так. Я считаю, что просто консул или любой миграционный работник реально любит много бумажек, и чтобы они выглядели красиво и официально. Поэтому если это нотариально заверено, я бы еще добавила к этому афидевитов саппорт. Документ, что человек является как бы спонсором по всем финансовым вопросам, касательно жилья, питания, медицины и так далее на время нахождения в Штатах, я думаю, что это плюс. И тоже официально завыкли, там, нотаризируется. А он нотаризируется и так, этот афидевит. А специальная форма такая есть? Да, есть два вида спонсорских вот этих афидевита. Один, который подают для воссоединения семьи, он по форме 864, там, Ай-864, а тот афидевит, который нужен для гостевой визы, он Ай-134. То есть он другой. Он тоже называется афидевитов саппорт, но он не такой же самый, как для воссоединения семьи. А его надо скачать на сайте, заполнить и как-то... Вы его просто распечатываете с интернета, заполняете и прикладываете, что нужно по инструкции к этому и отправляете тому, кто пойдет в посольство с этим, по почте просто отправляете тому, кого вызываете. Но строго необходимости идти куда-то, там, в какой-то орган, в госорган и заверять его не нужно. Просто бумажка, я сам заполнил отправку. Ну, его нужно заверять, вот, просто там все написано, как это делать. И вообще требования, чтобы вы это сделали, вообще нет. Это все выборочные шаги. Поэтому чем больше вы представите, они очень любят, чтобы было много бумажек, и чтобы было на что посмотреть, и как бы, если вы ничего не принесли, значит, вы не очень стараетесь тоже уехать, ну, как бы получить эту визу. Смотрите, если у вас 20 штампов в паспорте с разных стран, то вам ничего этого вообще не нужно. То есть вам, по идее, не нужны ни приглашения, ничего, вам и так визу откроют. А если у кого-то, например, нет финансовой возможности поехать в Европу один-два раза до приезда в Америку, или нет на это денег, нет на это времени, тогда им нужно другие вещи сделать для того, чтобы как-то максимально увеличить свои шансы к получению визы.